На Ленинградскую область опустилась ночь музеев. Рождественная усадьба Набокова погрузилась в атмосферу XIX века. Здесь до утра играла музыка, а посетители разучивали полонез, подыграс и польку-тройку. Главный зал этого усадьба дома и в первую очередь он предназначался для проведения балов, музыкальных вечеров. И как приятно вечером, весенним вечером, человеку попасть в этот суда не просто как в музей, а вот в такой открытый дом, где идет праздник. Бал – это всегда же праздник. Кавалеры, не стесняйтесь. Когда еще у вас представится возможность танцевать полонез? Шаг, плие – еще один шаг. Все начинается с полонеза. Этим польским танцем, как правило, открывали балы. Он достаточно прост и даже неопытный танцор сможет вести даму. Конечно, мы знали, что будут какие-то интерактивы, но что вот настолько увлекательно, вот именно какой-то процесс такой, я не знаю. У меня общего с танцами ничего нет, никаких бальных школ ничего не заканчивал. Здесь за минуту мы поняли, что нужно делать и влились в ту струю. В ночь музеев закрывать постоянную экспозицию не стали. Правда, рассказы о жизни и творчестве Владимира Набокова в этот вечер были менее популярны. Громкая музыка словно приглашала всех в бальный зал. А это уже по-де-грасс. В переводе с французского – шаг и грация. Один из самых социальных танцев. Пока его исполняешь, можно познакомиться со всеми гостями на балу. Кавалеры заигрывают с дамой из другой пары, а дамы заигрывают с кавалерами из предыдущей пары. А в соседнем зале рассказывают, на чем держится платье и как женщины готовились к балам. Вот, например, силуэт 18 века – перевернутый бокал. Чтобы выглядеть так, девушке нужно было зашнуровать корсет, надеть нижнюю юбку и самую сложную конструкцию – панье. Такое вот панье модернизировали французские мастера. Они сделали металлический каркас, который был на шарнирах, управлялся он при помощи лент, которые пропускали сквозь юбки. И вот при помощи них можно было легко протиснуться даже в самую узкую дверь и сесть в карету. Такой костюм мог весить больше 15 килограммов. И чтобы его надеть, нужна была помощь нескольких человек. Современным девушкам, конечно, намного проще. Поэтому танцевать можно всю ночь без перерыва. Тем более, что музыка тоже не прекращалась. Диджейский пульт – не оркестр. Ему отдых не нужен. Ольга Рогова, Алексей Хюркис. Последнее известие. Гатчинский район.